Воинский долг, честь и судьба. Под таким девизом в Сочи прошел месячник оборона массовой и военно-патриотической работы. Школьники и студенты на целый месяц отправились в увлекательное путешествие по страницам истории родного края и страны. Их ждали встречи с героями Отечества, военизированные эстафеты, соревнования по военно-прикладным видам спорта, экскурсии военной части. Они участвовали в образовательных турнирах, концертах и мероприятиях по сохранению памяти. Сегодня самых активных участников патриотического месячника пригласили в Зимний театр, где подвели итоги этого большого мероприятия. Мы начинаем помнить свою историю. Мы помним, как прошла Великая Отечественная война, какой был героизм наших ветеранов, которые защищают защитников нашей Родины. Мы сегодня вспоминали блокаду Ленинграда, 30 лет вывода ограниченных генов войск с Афганистана. Это тоже наша история. Историю вычеркнуть нельзя. Школы и вузы, учреждения дополнительного образования и общественные организации за участие в месячнике получили благодарственные письма. Отметили и нашу телекомпанию. ФКТ уже четвертый год подряд признают лучшей в номинации СМИ. Кубки и дипломы вручались благодарностью за сохранение памяти. Во время месячника школьники и студенты еще раз вспомнили подвиги блокадников, участников боевых действий в Чечне и Афганистане, почтили память тех, кто не вернулся с войны и поблагодарили тех, кто и сегодня стоит на страже безопасности нашей страны. Работая в школах, в учебных заведениях, в трудовых коллективах, мы наблюдаем, какой порыв с их стороны любви к нашему отечеству. В ходе месячника, кстати, более 20 человек из числа военнослужащих пожелали продолжить службу, заключили контракт с Министерством обороны. Месячник обороны массовой и военно-патриотической работы проходил по всей Кубани уже в 12-й раз. И с каждым годом он принимает все большие масштабы. Только в Сочи в его рамках провели более тысячи мероприятий, в которых участвовали более 100 тысяч жителей Сочи. Эта тема очень интересна, потому что патриотическое движение нужно развивать. Как мы знаем, историю часто переписывают, и нам, и будущему поколению, важно знать историю от уст людей, которые участвовали в ней и вершили ее. Патриотический месячник завершен. Его продолжением станет подготовка ко Дню Победы. А это значит, что впереди еще десятки концертов, встреч с ветеранами эстафет памяти, уроков истории о героизме и мужестве. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.